Музыка Пока они нас не слышат, вот что хочу сказать. Однажды решил купить, точнее уже почти купил и решил прочитать состав знаменитых шведских фрикаделек в одной знаменитой торговой сети. Стоят они там недешево, делаются в Евросоюзе, а там известно всем продукты качественные. Я их не покупаю больше. И в тот раз пакет аккуратно положил обратно в морозильник, потому что в разделе жир я прочел содержание не более 50%. Вот спасибо, что не более. То есть половина пакетика это животный или растительный жир. То есть такая тривиальная истина, дорого, это не обязательно хорошо. А наш гость сегодня попытается доказать тоже применительно к еде, что он готов и может изготавливать продукты очень недорогие и очень высококачественные. Как? Спросим. Предлагаю начинать нашу программу. Здравствуйте, это районы кварталы. С вами Алена Алешина и Виталий Лукашев. В научно-исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики заявляют, что готовы создавать так называемые социальные продукты. Они будут дешевыми, вкусными и полезными. В общем, удивились мы и тому, что в ИТМО вообще подобными проблемами занимаются, а уж фантастическим обещанием. И подавно наш гость, профессор, доктор технических наук, зав. кафедры технологии мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом ИТМО Александр Ишевский. Здравствуйте, Александр Леонидович. Здравствуйте. Что за дешевые социальные продукты, которые могут быть, как я читал из публикации, качественнее, чем большинство того, что продается в магазинах? Ну, во-первых, вопрос удивления. Пять лет назад, шесть лет назад Ленинградский университет низкотемпературных пищевых технологий был присоединен к университету ИТМО. Поэтому ИТМО занимается пищевыми продукциями в том числе. Какие социальные продукты выращиваете? Интересно просто. Дело все в том, что средняя стоимость продуктовой корзины, она отстает от среднего повышения заработной платы примерно в пять-шесть раз. Беда в том, что у нас не просто отдельные граждане, а целые слои населения смещаются в сторону потребления гипердешевого продукта. Что значит гипердешевый продукт? Я как производитель не могу делать дорогой продукт, мне его не продать. Я делаю дешевый продукт очень простым способом. Я заменяю более дорогое сырье на более дешевое. Ну, например, животный белок заменяю на растительный. Что такое замена соевого белка, то есть животного белка на соевый белок? Соя, чем она интересна? Практически по аминокислотному составу она отвечает животному белку. Там не хватает всего трех аминокислот. Если вы введете туда дополнительно в маленьких количествах, потому что у вас суммарный показатель по мясным продуктам белка на самом деле не такой большой, дополнительно введете сюда три аминокислоты, у вас уже будет баланс по аминокислоте. Ну, вот эти кислоты, которые вы говорите, там, три штучки, которые есть в животном и нет в соевом белках, они, если я правильно помню, называются незаменимыми кислотами. Они очень нужны организму человека. Абсолютно, потому что у нас в организме вырабатывает 8 аминокислот, которые существуют только в сырье животного происхождения, и они нам необходимы для того, что мы называем полноценное питание. И вот в эту колбасу, если, допустим, заменили, не только заменили животный белок на соевый, но и ввели эти три отдельно дополнительные аминокислоты, и это будет полноценный продукт? Да, это будет полноценный продукт. Но этого не делается? Не делается, потому что это никому не интересно. Потому что, ну, зачем мне вот эти дополнительные расходы, хотя расходы там копеечные? Это просто надо поменять определенную технологию. Ну, вот кому-то это интересно, интересно вам, а нам будет интересно узнать, какие... Про колбасу мы выяснили, в нее достаточно три аминокислоты ввести, ну, образно говоря, если в общем. Про какие еще продукты вы предлагаете, узнаем сразу после выпуска новостей о городских районах. Вернемся в студию ровно через 4 минуты. Центр инновационных технологий снизит количество аварий на городских теплосетях. Шесть городских компаний подписали соглашение о сотрудничестве. Инновационный центр расположится на базе ГУПТЭК. Его развитием займутся университеты ИТМО и Политех, а также холдинг Ленполиграфмаш. Не два крупных предприятия Калининского – ЦНИИ РТК и Диаконт. Одна из главных задач центра – не допускать аварий на теплосетях. Участники соглашения планируют разрабатывать и производить специализированное оборудование для диагностики труб. В планах же ученых – не только совершенствовать технологии, но и привлекать инвестиции. За имеющиеся деньги или за бюджет-то ведь и любой сделает. А вот задача – привлечь деньги в город, на предприятие, в энергетику города. Это могут быть федеральные средства, средства внебюджетные, средства фондов и так далее. Диагностика труб с помощью роботов проводится и сейчас, однако пока это лишь экспериментальные образцы. Также в планах центра – модернизация лаборатории качества ГУПТЭКа. Их собираются перевести в онлайн-режим, чтобы каждый житель смог сам оценить качество горячей воды в своих кранах. Военный городок в Красносельском перестанет быть военным. Поселок Хвойный официально войдет в состав района уже в начале лета. Глава военного ведомства Сергей Шойгу через два месяца подпишет указ о завершении этой процедуры. Об этом сообщили представители выездной приемной Министерства обороны. После чего дело останется лишь за Комитетом имущественных отношений Петербурга. После проведения комиссии ведомство должно составить акт о приеме целого поселка. Я думаю, после этого многие бытовые, особенно вопросы, которые здесь у нас есть, вот в первую очередь тоже касающиеся торговли, медицинского обеспечения, культурно-досугового, будут решены с помощью местной администрации Красного Села, которая готова нам одерживать всяческую поддержку. Процедура передачи поселка Хвойный от Министерства обороны идет уже 16 лет. И после подписания всех документов городу предстоит решать множество накопившихся проблем. За это время многие объекты успели прийти в запустение, прекратили свое существование почти все магазины. А для того, чтобы обеспечить жителям поселка хоть какую-то медицинскую помощь, в Хвойный специально приезжает передвижная амбулатория. Местная поликлиника практически не действует. На весь поселок с населением в 2000 человек работает один единственный терапевт. Таксисту одного из городских автопарков пришлось выступить в роли акушера. Он вез беременную женщину и неожиданно в его автомобиле стало на одного пассажира больше. Подробности необычного случая в нашем следующем сюжете. О том, что его звездный час будет именно таким, таксист Александр Нестеренко не мог даже предположить. Жаждущие подробности необычной истории репортеры берут у него интервью прямо на ходу. Все быстро произошло? Быстро. Вторые роды, они быстро. Вы же как специалисты говорите. Приготовьтесь, трогательность момента сейчас зашкалит. Александр увидит маленькую Аню, которой помог появиться на свет. Она спит, так бы сразу вам бы ее отдала. История, достойная пера сценариста, произошла 21 февраля. Анастасия и Евгений Торобычины, поняв, что роды начинаются, вызвали скорую помощь и такси, чтобы отвезти старшую дочку к друзьям, а самим отправиться в больницу. Александр подоспел за две минуты. Скорые решили не дожидаться. У супруги спросил по ощущениям, что все нормально. Она говорит, да, все нормально. Относи ребенка. Ребенка отнес. Минуты две-три меня не было. И вот прибегая уже у нас появилась дочь. Александр говорит, переквалифицировался из водителя в Акушеры спонтанно. Никакой подготовки у него не было. Во время происходящего не нервничал, не успел. Я там практически ничего не делал. Я просто поддерживал, ну, как бы, получается, и все. И потом передал. Я же ничего такого не делал сверхъестественного. Впереди нас ждет еще один выпуск новостей. Ну, а мы продолжаем. Может, на первый взгляд покажется, что мы рассказываем небылицы. Но вообще-то у нас в гостях профессор и доктор наук. Будет нам рассказывать, продолжать рассказ о дешевых. Но очень качественных социальных продуктах. Мы уже выяснили, что колбасу можно сделать социальным продуктом, добавив в нее три незаменимые аминокислоты. А еще какие вот продукты вы можете там предложить? Мясные рыбные полуфабрикаты. Вся группа, ну, скажем так, жирных молочных продуктов, кондитерские изделия, напитки. Слушайте, давайте по порядку. Вот объясните мне, пожалуйста, как можно удешевить рыбу? Ведь она в море, в реке растет. Да, это рыба. Есть вторичное рыбное сырье. То есть то, что... Хости, шкура. Да, я, может быть, сейчас буду говорить страшные вещи. Значит, когда у вас произошла первичная обвалка рыбы, то есть к филитированию остались у вас скелетики. Эти скелеты содержат те же самые компоненты, что и основное мясо в меньшем количестве. Это все можно переработать, выварить, получить определенные гели. Бульончик. Бульончики. Дальше законцентрировать, получить либо порошкообразный пищевой продукт, либо эти гели использовать как основную начинку. И дальше опять, балансируя добавками, делать комбинированный продукт, который будет у вас сбалансирован по рыбным мелкам, по жиру. А подождите, а выглядит это как? Вот эти гели вы продаете в виде, я не знаю, зубной пасты, которую можно выдать? В виде котлет, в виде полуфабриката, в виде сразу. Да? Конечно. А на вкус? Коллеги, вкус сейчас не обсуждаем, потому что химическая промышленность, пищевая на том уровне сейчас находится. Хотите селедку со вкусом шоколада, будет так. Хотите шоколад со вкусом селедки, будет так. Полезность? Абсолютно. Вкусовые функциональные характеристики, добавки, они измеряются тысячными долями процента, которые добавляются в основной продукт. Вкусовая характеристика, это вкус... Слушайте, но говорят, что химия, это совсем не полезно, это ужас, и оно вредит здоровью. Ну, я вам по секрету скажу, жить вообще не полезно. Ну, это понятно, жизнь ведет к смерти, просто не хочется ее приближать. Среда, это еда, это факт среды обитания. И влияет она на нас, на наш образ жизни, на наше здоровье, максимум на 15%. От того, поверьте мне, от того будете вы есть чистую, совершенно филетированную рыбу. Или скелетики? Если этот полный фабрикат, продолжительной жизни вашей меняться не будет. Правильно я вас поняла, что вы-то предлагаете постоянно питаться вот этим соевым белком и вот этим социальным продуктом, который из вываренной. И это будет лучше, чем покупать дешевые продукты, которые есть сейчас? Конечно, конечно, потому что нынешние продукты все, они просто там тупая замена произошла. Дороговая дешевая. В молочке вот что вы предлагаете? Мне просто, я еще готов допустить котлеты из скелетов. Сметаны, сырые масла. Каламбур получался. Сметаны, сырые масла. Из чего они будут? Значит, замена там происходит у нас молочного белка на растительный белок. Происходит с определенным внесением компонентов, которые позволяют вам варьировать консистенцию этого продукта. Тоже пальмовое масло? Их много. Пальмовое масло, не надо к нему относиться, как вот пальмовое масло, вы же в любое относитесь к оливковому маслу. И пальмовое масло такое же. Есть разные фракции. Это легенда, что сюда идет техническое пальмовое масло, которое используется для маски. Оно тоже идет, но его в пищевку невозможно использовать, потому что у него температуры совершенно другие. Что вы предлагаете? Я великолепно, кстати, а не то, что в защиту, великолепный бельгийский шоколад. Больших денег стоит. Сделан в Бельгии. И в составе пальмовое масло. Вы что предлагаете? Вот прямо интересно. Вот с молочной продукцией. Замена частичного, дорогого молочного жира. И молочный союз меня после этой передачи убьет, наверное. На замену растительным маслом, дозированным растительным маслом, дозировка растительного масла введения будет определяться с заданной стоимостью этого продукта. С социальной стоимостью продукта. И это будет дешевле? Это будет значительно дешевле. И по вкусу будет это и по полезу. А можно будет назвать диет питанием? Диет питанием нет. Здоровым питанием? Здоровое питание, да. Я сейчас хотел бы задать вам вопрос. Мы вспомнили, что когда-то не так давно в интернете, в ютубе видели ролик один о том, как тоже делают, я не знаю, это подделка или не подделка. В общем, социальный, видимо, продукт. Давайте посмотрим, а вы прокомментируйте. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Ну, во-первых, я не знаю, из каких компонентов они делают. Во-вторых, яйца не тот продукт, который стоит поделать. Ну, визуально не отличить настоящее яйцо от этого. Ну, конечно, конечно. То есть яичный белок, он по составу самый элементарный. Он из животных белков самый простой. Его синтезировать и сделать искусственно достаточно просто. Профессор, скажите, вы могли бы сделать у себя на кафедре искусственные яйца, чтобы они были полезны? Легко? Полезно нет. Потому что полезно они будут дороже натуральных яиц стоить. Понимаете? И стоимость как бы реального... Ну, или соответствовать оригинальному яйцу по всем составам микроэлементов. По цене, по технологии. А если это в массовое производство запускать, то цена их будет совершенно не запредельная. Есть смысл делать продукт социальный, тот, который натуральный, достаточно дорогой. Яйца-то не та категория. Я что-то читал про то, что вы разработали некий хлеб-мясо. Мясо-хлеб, я не знаю. Что это за продукт? Ну, у нас как бы несколько таких разработок есть. В том числе мы пытались сделать... Сделали, вернее, мясной хлеб, компоненты пророщенное зерно. Пророщенное зерно не просто там мука, да? Измененное пророщенное зерно, когда вот зародыш там еще сам стоит, и гликемический индекс очень маленький такого зерна. То есть вторичный выработок сахара не производится. А дальше вкусовая характеристика. Ну, мы сделали мясной хлеб. Можно было сделать рыбный хлеб. В смысле, вы туда мясо добавили? А мясо есть? Конечно. Мы добавили туда реальное мясо. Мы, естественно, не вырезку брали. Мы брали просто мышечный белок. О чем буханочка-то вышла? Буханочка по себестоимости, по сырью, она стоила 11 рублей 470. А на вкус это хлеб, мясо? Это как напоминало, знаете, вот такой мясной хлеб. Но вот как бутерброд, даже не бутерброд, потому что в структуре... Извините, пережеванный бутерброд. Нет, нет, нет. Там в структуре, там ярко, если вы разрежете, вот ярко было выражено, вот видите, мясные кубики. Ох, пережевывай. А купить-то этот хлеб можно сейчас? Нет, потому что он не пошел в продажу. Почему? Ну, потому что... Потому что неинтересно было. Первый был срок реализации, очень короткий. Очень короткий это сколько? Ну, 24 часа. И дальше по микробиологию не проходил. Большие предприятия с таким сроком реализации продукт не берут. Там минимум нужно, ну, чтобы было двух недель. А консервантов бы добавили? Можно, но если был бы интерес со стороны производителей. Мы несколько раз его презентовали, там вот на встречах университета ИТМО. И сжиралось все моментально, потому что его... Подождите, это студенты, они едят все. Ну, это и да. Но как бы приглашенные гости тоже с большим уважением и с большой любовью к нему отнеслись, потому что он по вкусовым характеристикам напоминает фастфуд. Вот это вот сочетание углевода, мясного белка и клетчатки. Еще какой-нибудь ароматизатор копчененького добавить? Без всего там было, просто вот съели. У нас очень хорошее, вот в качестве такого продукта, я могу вам тоже похвастаться сказать, что мы сделали альтернативу сладких вот этих безумных напитков, рынок которого город завалит. Сахарозаменитель положили вместо сахара? Нет, мы просто сделали напитки на основе натуральных экстрактов, натуральных трав в виде чаев. Стевия или что это? Нет, там сложные составы, 13 видов чаев, которые профилактику оказывают, профилактическое действие, начиная от мочекаменной болезни. Почему они дешевле-то получаются, ваши продукты? Там вроде зерно и мясо, тут у вас 13 трав, не шутка. Да, понимаете, весь вопрос цены, это не вопрос производителя, это вопрос продавца. Я предлагаю сейчас послушать мнение нашего обывателя-обозревателя Юрия Кондеранды, постоянного обывателя-обозревателя, услышал он, что мы о еде говорить будем и нашел, что сказать. ГМО. Вот уж зверь так зверь. Только успеваешь смотреть телевизор и читать в интернете. А там профессор молекулярной биологии Каннского университета Жиль Рик Сиролини доказал, первые раковые опухоли у крыс в его исследовании появились после 4 месяцев потребления ГМО-кукурузы. Доктор Араби кормил подопытных крыс генетически модифицированной соей и кукурузой на протяжении 3 месяцев. Вторая группа крыс получала обычную кукурузу, обычную сою. И вот, несмотря на столь непродолжительный срок, исследование у первой группы случаев смерти болезней. В два раза больше, чем у их собратьев у второй группы. Данное исследование показали широкий спектр токсических эффектов, повреждения ДНК, изменения структуры крови, повреждения печени и почек. И это у крыс, которые в жизни чем только не питаются. В 2002 году вред ГМО подтвердили американские и скандинавские медики. Они провели статистический анализ заболеваний пищеварительного тракта. Причем анализировали население с высоким уровнем дохода. Оказалось, что в США за весь период появления ГМО уровень заболеваемости вырос в 5 раз. Чего о Швеции, например, не скажешь. Швеция запретила ввоз и выращивание ГМО растений. Это все в проклятом капитализме. А у нас как? Доктор биологических наук, член женской экологической ассамблеи при ООН Ирина Ермакова. Когда я проводил исследования на крысах, были получены такие результаты. У взрослых животных в корм, которым мы добавляли ГМО сою, наблюдалась сильная патология печени, разрушение клеток, недоразвитость половых органов, нарушение гормонального баланса. Другими исследованиями было выявлено, страдают желудочно-кишечный тракт, поджелудочная железа, селезенка, почки и другие органы. Прррр! Вот ни за какие ковришки мне не нужен ГМО-огурец, которому все сорняки мира и насекомые ничего не смогут сделать. Я люблю погурманить, а потому ничто мне не заменит вязниковского огурчика, который растет во Владимирской области. Александр Леонидович, а вы как относитесь к генномодифицированным продуктам? Я даже не знаю, как данную тему прокомментировать. Знаете, есть такая страшная штука интернет. И все страшные вообще страшилки от ГМО, а ГМО они подчеркнуты из интернета. Прямо-таки все? Все. Нет ни одного документально опубликованного в серьезном научном журнале. Слушай, документально опубликованный сдохший крыс? Нет. В журналах нет. Может быть, через 50-70 лет какая-то статистика проявится. Но сейчас, в данный момент, я официально вам утверждаю, Слушайте, все равно не хочется умирать от этой генномодифицированных продуктов. Даже через 50 лет не хочется, чтобы выросли рога, извините. Значит, давайте разберемся, что такое генномодифицированный продукт. Мы с вами продукты генной модификации. Эволюционный процесс – это генная модификация. Слушайте, эволюционный процесс, да, мы его не трогаем. Он как-то идет сам по себе, подстраивается под меняющийся. Хвост отпаливается, и слава богу. Окружающую среду хвост отваливается, да, там какие-то еще признаки пропадают. А искусственно-то никто не вмешивался в нашу эволюцию. Почему? Потому что технологии не было. Александр Леонидович, ну вот в этом-то вся и беда. Никто не знает, что в результате это получится. Нет сейчас ни генномодифицированных продуктов. Потому что основная задача генной модификации... Кстати, у истоков генной модификации стоял Советский Союз. Павиловская школа знаменитая, которая в 1948 году была разогнана, продажная девка империализма, была генетика названа. И в конце 50-х годов был создан Новосибирскому отделению... А мы тионеры, по-моему, в деле генной модификации. Это как раз в мире первый у нас был. Институт генетики и цитологии генетики. И первый модифицированный продукт сделали там, в 72-м году. Что это был за продукт? Табак. Вот как? Да. Табак, который успешно засевался в Краснодарском крае. В принципе, он настолько вредный, что иммуникает генная модификация. В общем-то, да. То есть вы хотите сказать, что генномодифицированные продукты употреблять можно и не стоит бояться? И не думать об этом, что такое генная модификация. Давайте о том, что такое генная модификация, к сожалению, прерываемся. Второй блок новостей городских районов. Вот продолжим разговор о генной модификации сразу через три минуты. Горожанам предстоит оценить трамваи специального назначения. В преддверии Чемпионата мира и Кубка Конфедерации пассажир «Автотранс» выпустит на линии новые составы для перевозки болельщиков. От вагона поберегись, поехали. Новые составы отличают плавность и бесшумность. В салон вмещается около 300 пассажиров. Из прочих опций – бегущая строка и Wi-Fi, которыми, впрочем, сейчас уже никого не удивить. В салоне сразу три экрана, но производитель позаботился и о тех, кто предпочитает смотреть собственное видео. Гаджет можно подзарядить прямо здесь. Вагон оборудован шестью зарядными устройствами. Две кабины спереди и сзади позволят ему работать без обустройства разворотного кольца. Путь нового трамвая пройдет по улице Саушкина от Лахтинского разлива до Студенческой. Будут они работать, естественно, на 48-м маршруте. После прохождения чемпионата, ну, завершения данные трамваи, будут работать по всему городу. Низкопольные трамваи будут удобны для маломобильных граждан или, например, пассажиров с детскими колясками. Сам пандус помогает разложить и сложить водитель состава. Складываю в отверстие. Все, защелкиваю. Все. Операция две секунды проходит. Всего до 15 мая в город должны поступить 15 новых вагонов. Еще один уже принят на баланс в конце прошлого года. Остальные появятся до апреля 2018-го. Музейный комплекс в разливе открыл, возможно, самую неоднозначную выставку за всю историю своего существования. Посетителям предлагают оценить, как современные художники видят революцию 2017-го года. Именно так Петроград 2017-го года видят авторы из тайного сообщества «Колдовские художники». Выставка получилась поистине революционной. Некоторые работы даже не вошли в экспозицию, уж больно они неприличные. Но, скажем, где еще мы можем увидеть Ленина на встрече с инопланетянами? Драматизация идиотизма и идиотизация драматизма. Так называют свой метод художники выставки. Более 30 работ от уже небезызвестных мастеров андеграундной живописи. Василий Лошкин, Николай Копейкин, Михаил Рубцов и еще около 20 авторов. Выставка, как всегда, у нас несерьезная. Здесь не стоит искать каких-то глубокомысленных вещей. Мы люди легкие. В общем-то, мы во многом беседимся сами и таким образом развлекаем публику. Разлив – место для революции 1917-го года знаковое. Здесь Владимир Ленин скрывался от временного правительства. Впрочем, как относиться к работам современных художников, каждый решает сам. Как говорят музейщики, они лишь представляют гостям пищу для размышлений. Отношения разные у людей. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но мы, как музей, мы должны представлять разные мнения. Авторский взгляд на временное правительство, большевиков, русский авангард, монархию, буржуазию и октябрь 1917-го года можно оценить до 10 апреля. Экспозиция работает на площадке «Арт-курорт». Мы продолжаем разговор. Мало времени остается, но все же. Генно-модифицированная еда. Александр Леонидович, вы сказали, что у нас в магазинах нет негенно-модифицированных продуктов. Ну как же так? Ведь есть же продукты, на которых на пакетике написано «не ГМО». Что это? Ну, это продукты, на которых заведомо не может быть ГМО. Что такое генная модификация? Я либо в структуру генома включаю ген, который мне нужен, либо исключаю ген, который мне не нужен. Не дает потомства, не дает последовательности. У меня специально задано таким образом, чтобы вы у меня все время покупали генно-модифицированный продукт. Смотрите, главная опасность, про которую нам говорят, что помещая внутрь себя генно-модифицированные продукты, продукты с неправильными, сломанными, исправленными генами, мы тем самым какие-то негативные изменения вносим и у себя в организм, и чуть ли не на клеточном уровне. Да, и у нас вырастут рога, они вырастают от другого совершенно. Ну или хвост. Желудок – это интересная очень кастрюля, в которой у вас кислая среда и очень интересные стенки. Когда в эту кислую среду попадает любой продукт, он разваливается на элементарные звенья, которые называются аминокислоты. Эти аминокислоты, они всасываются стенками желудка, то, что не переработалось, проваливается вниз через клапан, где щелочная среда. И если вы съели сливу, модифицированную геном селедки, то считайте, что вы съели просто сливу, закусили селедкой. Либо селедку, потом сливу съели. Это вот на пальцах, да, если объяснить? Вкусненько. 20-й век, 21-й век. А на клеточном уровне какое-нибудь воздействие на организм? Абсолютно. Это разные совершенно механизмы, которые влияют на деторождаемость, которые отвечают за наследственность. Мы с вами говорим о пищу. Мы едим с вами для того, чтобы жить. Ну, к сожалению, некоторые живут для того, чтобы поесть. Но, тем не менее, это совершенно разные пути и абсолютно разные направления. Генномодифицированный продукт, он конкурентно способнее абсолютно любого продукта негенномодифицированного. Тут же социальный продукт? Абсолютно. Он как социальный продукт. Он легкий, он защищен от потери урожая, он долго хранится. Вязниковский огурчик, Юрий Кондиранды, будет подороже генномодифицированный. Да, раз в сто. А гарантия, что он негенномодифицированный, есть? Нет, абсолютно нет. Потому что у нас с вами все время кроссы, вот эти вот породы животных. Ну, бройлеры, да, вы представляете. Мясные мы разделили давным-давно ту же говядину. Знаете, как в том анекдоте, когда агроном спрашивает у коровы, что сегодня даем, молоко или мясо? Вот у нас разделенные есть породы, которые дают молоко, мясо молочное и мясные породы. Мы должны прокормить 7 миллиардов человек. Ну да, в последнее время курицу берешь, у нее такая грудь, что спортсменка. Я вам скажу единственное, реальная опасность генномодифицированных структур, которая сейчас существует и которая есть. Ну, наконец-то, мы из вас вытащим опасность. Да, они более устойчивы к воздействию внешней среды. И если большие под территорией... Вытесняют остальные виды. Видовое разнообразие. Отчего Европа не сажает у себя генномодифицированных структур? Они боятся. Они боятся. Огромная территория Африки, огромная территория Соединенных Штатов. Сейчас, я думаю, что Украина будет вся практически богатой черноземной пахотной земли, отданной под засевы генномодифицированных структур. И это плохо? Это очень осторожно к этому быть, чтобы переноса не было. Понимаете, вот яркий пример... Мы с вами понимаем, перенос будет, никак от него не уйти, процесс естественный. У нас пока такая опасность только одна была. Вот отрицательный опыт – борщевик. Который завезли из Канады, который модифицировался сам достаточно быстро. А коровы как не ели, так и не ели. Да, потому что молоко оказалось, что в наших условиях он дает горчинку молока. Спасибо вам большое. Время программы подошло к концу. Было не обновидно интересно. Спасибо. Это был Александр Ишевский, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой технологии мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом и тмоком. До свидания, Александр Леонидович. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова